Девушки отдыхают Так организаторы отметили 90-летие Даугубского Красного Креста. В 20-е и 30-е годы организация была одной из самых влиятельных и богатых. Состоятельные горожане не скупясь жертвовали деньги на благотворительность и содержание зданий, принадлежащих Красному Кресту. Где когда-то был роддом на улице Варшавос, там была больница Красного Креста, в которой лечились бедные люди. И эту больницу полностью содержали на средства благотворительные. Тогда Красный Крест очень много занимался, оказывал помощь людям из бедных семей. Было так, что этим людям доставляли мебель, покупали скот. И, ну, конечно, продукты питания, само собой разумеется, целые семьи содержал Красный Крест. И этой организации помогал и международный Красный Крест, который образовался в 1863 году. А сегодня всем не хватает денег. Расти и развиваться в известной степени мешает статус отделения Латвийского Красного Креста, который в Латвии был создан 93 года назад. Все средства централизованно распределяются через республиканскую организацию. Она же акцептирует реализацию местных проектов. Надежды Даугубинский Красный Крест возлагает на увеличение числа жертвователей и добровольных помощников. Сейчас в его рядах немногим более полутора тысяч человек, а это лишь один процент населения города. Мы хотели бы, чтобы мы больше могли бы развиваться, чтобы у нас были бы международные партнеры. На сегодняшний день у нас партнеры Витебский Красный Крест, очень сильная организация. Там в Красном Кресте состоит весь город, все жители города практически добровольно, принудительно. Но я считаю, что в Красном Кресте все-таки должны люди работать по велению сердца. И мы к этому стремимся, чтобы в нашем городе было бы побольше людей, которые работают в Красном Кресте. Семь лет при городской организации работает молодежное отделение, объединяющее 25 человек. По понятным причинам состав меняется, но желающих помогать другим меньше не становится. Ребята проводят соревнования по оказанию первой медицинской помощи, занимаются социальной интеграцией, предотвращением дискриминации и насилия, популяризацией здорового образа жизни и каждый год организуют благотворительные акции. В этом году мы решили сделать тоже елки для детей. Четыре елки будет в этом году. В 17-й школе, в Сауле Старый Нюбану Атыстибос Центр, в Жерсадыбос Клуб и еще в городском парламенте вместе делаем шауру 28. Городской Красный Крест готовится к рождественской благотворительной акции по сбору средств для детей и сирот. Подарки будут приобретаться по запросу самих ребятишек. Свои новогодние пожелания они доверят красным сердечкам. В планах организации открытие пункта проката технических средств для людей с инвалидностью и сохранение кабинета «Здоровое сердце». Но тут понадобится поддержка Думы, поскольку Министерство здравоохранения отказалось его содержать в 2012 году. К празднику активисты Красного Креста награждены почетными и благодарственными грамотами. Среди них и Тереза Шедевра, возглавлявшая организацию около 20 лет в советское время и первые годы восстановления независимости Латвии. Примечательно, что за всю 90-летнюю историю только однажды председателем Дагубинского Красного Креста был мужчина. Грамотами молодежного отдела Думы отмечены и молодые добровольцы.